Массовые обыски русскоязычных туристов в Мексике. Что происходит? Трамп обещал отменить защиту от депортации и отправить иммигрантов домой. Новое правило Байдена. В пяти американских городах убежище можно получить за полгода. В США не хватает адвокатов. И проблема получения номера соцстрахования на детей. В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Вы смотрите рубрику «Надо валить» на YouTube-канале Бюро. Здесь мы обсуждаем только самые важные и актуальные проблемы иммиграции. Ну и, конечно, темы вопросов у иммигрантов, как обычно, много. Поэтому не тратим время зря. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. А еще напишите, пожалуйста, в комментариях, откуда вы нас смотрите, ну и какие темы иммиграции вы бы хотели обсудить. Ну и, конечно же, дождитесь ответа на свой вопрос. Также задавать вопросы вы можете в ленте комментариев к этому видео. Напомню, что обычно вечером по Нью-Йорку выходят наши обзоры о том, что на самом деле происходит в Америке. А здесь мы говорим только об иммиграции. Ну что ж, начнем. Итак, начинаем, как обычно, с новостей. В Мексике, в аэропорту Тихуаны, сотрудники иммиграционной службы начали массово обыскивать и проверять русскоязычных приезжих. Вот эти кадры опубликовал телеграм-канал «Политическое убежище в США». Видно, как туристы в растерянности пытаются избежать дополнительных проверок и обысков. Последнее время подозрения у сотрудников иммиграционной службы вызывают именно русскоязычные путешественники. Даже если у граждан, например, России или Казахстана есть бронеотели, обратные билеты, приглашения на встречу с пограничниками в CBP-1, они все равно могут попасть под дополнительную проверку. Но я добавлю, что в конце апреля представители авиакомпании Turkish Airlines предложили гражданам России, купившим билеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Мехико и Канкун, аннулировать билеты, либо изменить маршрут и даты перелета до 31 июля. Ранее там сообщили, что турецкие авиалинии перестали продавать новые билеты из России в Мексику. Тогда же стало известно, что Turkish Airlines начала массово снимать россиян с рейсов в Латинскую Америку. Другим новостям Дональд Трамп. Если вновь станет президентом, то уже на второй день после инаугурации депортируют сотни тысяч иммигрантов. Об этом пишет Washington Post. Сейчас республиканцы уже готовят документы, которые позволят остановить поток иммигрантов на границе и параллельно начать крупнейшую массовую депортацию в истории США. Но это все планы, конечно же. Как пишет Washington Post, Трамп намерен свернуть иммиграционную программу Байдена. И, похоже, 45-й президент готов даже отменить защиту от депортации для сотен тысяч иммигрантов. Также администрация Трампа намерена заставить страны по всему миру принять обратно своих депортированных граждан. Но вот администрация Джо Байдена запустила новое правило. Теперь одинокие иммигранты могут получить убежище очень быстро, всего за полгода. И вот если дело находится в иммиграционном суде, то, по идее, его должны рассмотреть в течение 180 дней. Такого, похоже, еще не было. Давайте узнаем подробности. Иммиграционный адвокат Алина Кац к нам присоединяется прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли время. Что это за правило? Оно уже начало действовать и кого оно коснется? Значит, правило заключается в следующем. И коснется оно, скорее всего, тех, кто только планирует переходить границу и вот переходит в данный момент. Значит, одинокие граждане, то есть не с семьей, которые переходят границу, и те, которые направляются в определенные города, их всего пять, в том числе Нью-Йорк, входят в этот список. Их дела будут рассмотрены, в любом случае, как обещают, в течение 180 дней. То есть это достаточно короткий срок для того, чтобы получить дату своего индивидуального слушания. Дадут ли ему убежище или нет, это уже, естественно, зависит от индивидуальной ситуации, от кейса каждого из тех, кто переходит границу. Но таким образом планируют, на самом деле, я не знаю, если ускорить, но ускорить процесс именно для этой категории граждан. Соответственно, для всех остальных, скорее всего, время ожидания только затянется. То есть речь идёт об одиноких мужчинах и женщинах, дела которых будут рассматривать в таком ускоренном порядке, можно сказать. Абсолютно верно, да. А как это может отразиться на тех, кто сейчас в ожидании? Понятно, что перегружена и судебная система, и миграционная служба тоже. То есть вот здесь можно предположить, что опять люди будут ждать годами решения о своём деле? В теории это правило должно было разгрузить судебную систему, таким образом профильтровать большое количество людей, поскольку, когда дело рассматривается всеми, там больше, допустим, документов, больше объём работы для судей и так далее. А, соответственно, когда предполагается, что можно как можно быстрее будет пропустить через систему, принять решение и действовать уже в соответствии с решением. Но на практике я боюсь, что на самом деле это вызовет очередные заторы. Я не знаю, если привлекут новые ресурсы, потому что явно с ресурсами, которые сейчас, допустим, в иммиграционном суде и в иммиграционной службе не справляются. Поэтому мы, конечно, посмотрим, но я боюсь, что это только удлинит процесс ожидания для тех, кто, например, семейные люди, которые ждут своего суда, для них, например, это только вызовет больше период ожидания. Да, ну вот как раз о нехватке ресурсов, о дефиците сотрудников и судей мы ещё поговорим чуть позже. Хочу лишь ещё спросить, подскажите, как сейчас, в принципе, вот на границе происходит процесс перехода границы? То есть человек на границе просит убежище, а дальше что? Потому что очень много разных споров здесь вот в комментариях у нас возникают. Расскажите, как это выглядит? Ну, на сегодняшний день до сих пор большое количество людей проходит через приложение CBP-1, несмотря на долгое время ожидания, да, и долгое ожидание даты, потому что это, собственно, единственный правильный путь для тех, кто хочет переходить границу. Не забываем про asylum done, да, все, кто проходит не через CBP-1, на них накладывается данное получение убежища. И так всё равно на практике остаётся второй способ, когда люди просто приезжают к пункту назначения, да, для тех, кто не проходит окольными путями, они приезжают к пункту назначения и, соответственно, заявляют о том, что они хотят просить убежище. И далее, в зависимости от загруженности конкретного проходного пункта, либо их определяют в... ну, вначале не в detention, да, определённый накопитель, а потом уже в переводе detention center либо выдают NTA notice to appear на руки и выпускают, соответственно, в пункт их назначения, чтобы у них была возможность представить их дело иммиграционное суду в дальнейшем. Да, но это всё может растянуться на долгое время, я так понимаю. Ну, особенно если человека оставляют в detention center, то в теории это считается более ускоренный процесс, expedited removal. С другой стороны, мы видим, опять же, на практике, в силу загруженности судей, люди находятся иногда около года в тюрьме иммиграционной до того, как у них представляется возможность, собственно, на индивидуальном слушании защитить себя. Да, будем следить за всё-таки новостями, которые касаются именно перехода границы, ну и, конечно же, сообщать всю последнюю информацию нашим подписчикам и зрителям. Спасибо огромное. Сейчас мы идём дальше. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео. Также задавайте свои вопросы, которые касаются иммиграции, здесь, в ленте комментариев. И также можете нам отправлять ваши вопросы, если по каким-то причинам не можете в публичном пространстве что-то написать в редакцию YouTube-канала Бюро. Как обычно, вы можете найти адрес нашей почты в описании под каждым выпуском. Ну, а мы продолжаем. В редакцию YouTube-канала Бюро обратилась наша подписчица, россиянка Татьяна Лушникова. Ещё в 2016 году она подала документы на убежище. Как многие знают, именно этот год такой стал роковым, если можно так сказать. И до сих пор люди ждут решения от иммиграционной службы. Но дело до сих пор рассматривается и у Татьяны. За это время у неё родилась дочь, ну а родители Татьяны и родственники уже получили гражданство. И вот женщине удалось также от работодателя за это время получить предложение по визе. Это форма Ай-140. И вот иммигрантка обратилась в иммиграционную службу, чтобы изменить статус. Но получила отказ. Что же можно сделать в этой ситуации? Давайте попробуем разобраться, потому что многие наши подписчики тоже могли столкнуться с этим. Из Вашингтона, из пригорода, я так понимаю, Остина, да? К нам присоединяется Татьяна Лушникова. Татьяна, здравствуйте. Да, здравствуйте, Денис. Спасибо за приглашение на программу. Да, спасибо большое. Да, вы можете дополнить свою историю и задать вопросы адвокату. Спасибо. Да, историю практически вы хорошо сказали. Я не получила прямо официальный отказ. Я получила Notice of Intent to Deny, который означает, что они собираются мне отказать по причине отсутствия легального статуса. Я на этот Notice ответила, что у меня был легальный статус, когда я заехала в Америку. То есть я не прошла через границу. Тогда CBP-1 ещё не было и вообще ничего не было. Я получала визу. Я была inspected and admitted. И всё было в порядке. И потом я подала на убежище ещё до того, как срок этой визы у меня или стей, который мне сдали, был закончен. И поэтому я получила, кстати, такой маленький, вот как вы сейчас упоминали, что в течение 180 дней должны ответ прислать, ну или вызвать на интервью. Но с тех пор не произошло ничего. Я писала туда письма. Когда вы вызовете меня на интервью, мне просто отвечали отписки, что когда у нас позволят ресурсы. Именно это я написала в ответе, что по причине бездействия миграционной службы, по техническим причинам, я вышла из статуса очень уже давно. Поэтому я прошу это мне как бы засчитать таким образом, чтобы мне получить Adjustment of Studies. Да, я не получила ещё ответа на мой, скажем так, ответ для миграционной службы. Но в одной из программ я услышала, что можно назначить личную встречу с локальным офисом миграционной службы. И я бы вот хотела уточнить, как можно было бы встретиться и как бы, скажем так, лично поговорить и объяснить свою ситуацию офицеру миграционной службы. И ещё второй вопрос. Есть ли ещё какие-то другие возможности? Мои родители, мои родственники подавали мне 130-ю форму, но это очень долгое время ожидания. И также есть возможность Counselor Process, но, к сожалению, паспорт страны, по которому я въехала, российский, он истёк. И поскольку я подвала на убежище, то у меня нету как бы такой… Не то чтобы нету, но продление паспорта я не рассматривала. Спасибо. Окей, давайте разбираться… По степенам. По частям, да, по мере поступления. Значит, во-первых, собственно, тот вопрос, который вы задаёте, он непосредственно связан с темой нашей беседы несколько передач назад. И, в принципе, ваша ситуация подтверждает мои слова и заключается это в следующем. Во-первых, когда вы подаёте на грин-карту, вы должны учитывать два фактора. Первый – это легальный въезд, то, что у вас произошло, то, о чём вы говорили, вы приехали по визе. И второе – это наличие статуса на момент подачи грин-карты. Есть определённые петиции, которые не требуют, чтобы вы были в статусе на момент подачи, например, заключение брака с гражданином или гражданкой, Соединённых Штатов. Но в вашей ситуации это необходимо, потому что, когда мы подаём на любую бизнес-петицию, и она одобрена, после этого мы подаём на грин-карту, например, и нужно, чтобы вы, оба этих фактора, у вас была галочка, то есть вы легально въехали и поддерживали свой статус. Несмотря на то, что вы подали на убежище, пока вы ещё находились в статусе туриста, это статус вам не даёт. То есть в процессе на убежище, когда вы находитесь, у вас статуса нет. Вы легально находитесь в стране, потому что вы ожидаете решения по вашей петиции, тем не менее необходимого статуса для аджастментов статуса у вас нет. Собственно, поэтому вам прислали intent to deny. Вы очень правильно им, конечно, ответили, но, к сожалению, это идёт вразрез с иммиграционным предательством, поэтому я предполагаю, что вам придёт отказ. Это что касается статуса и комментариев по поводу того, что вы приехали по визе. Значит, далее. А воссоединение с родственниками, возможно, в данном случае, то есть, например, убители подают на вас петицию, даже если подойдёт ваша очередь, к сожалению, это будет так, но невозможно. Всё по той же самой причине. Вы не поддерживали свой легальный статус. Поэтому, собственно, и даже если вы сделаете себе сейчас адванс-пароль, у вас петиция в иммиграционной службе, вы не находите пределы, в теории могли бы сделать себе адванс-пароль и выехать за пределы страны, но даже канцлор-прассинг вам в данном случае не поможет. Вам пришли также на интервью в посольстве, скажут, вы не поддерживаете статус, мы не можем вам дать иммиграционную визу. Поэтому, на самом деле, особых альтернатив у вас на сегодняшний день нет. Вам нужно идти по вашему делу. И когда, наконец-то, вас вызовут на интервью, представить его в лучшем свете. Это что касается первого. Далее. Насчёт инфопресса подмет, это то, что, скорее всего, о чём вы говорили, это встреча с офицером. Инфопресса подмет назначают далеко не все. То есть, если вы хотите просто узнать о судьбе вашего дела по убежищу, они, скорее всего, вам инфопресс не назначат. Во-первых, потому что инфопресс он проходит в общем U.S.C.S. офисе, а всё, что связано с убежищем в универсальной службе, это занимается непосредственно Asylum Office. И, к сожалению, с офицерами Asylum Office особой встречи искать невозможно. То есть, на сегодняшний день до них и дозвониться невозможно, можно писать имейлы, на которые они отвечают очень-очень редко. Поэтому дам вам совет, который не очень всем нравится. К сожалению, надо ждать. То есть, вы можете, конечно, писать письма, просить ускорить назначение интервью, вы можете сделать Абдусман-реквест, вы можете обратиться к конгрессмену, вы можете даже судить иммиграционную службу. Все предыдущие способы обычно, опять же, они остаются без отклика, кроме того, когда они говорят, ждите дальше, у нас нет возможности вас вызвать на интервью. Последний способ судить иммиграционную службу, я много раз говорила в предыдущих эфирах, я лично не сторонник подобных мер, но есть люди, которые выбирают этот путь. Спасибо большое, Алина. Зависать на интервью именно не по АСАЛам вопросу, а по вопросу бизнес-иммиграции было бы, возможно, в локальный офис? Дело в том, что вы можете, но вы можете попробовать сделать InfoPass appointment, я сомневаюсь, что по этому вопросу вам назначат appointment, потому что, по большому счету, ваше дело уже находится на финальной стадии. То есть они вам прислали intent to deny, то, что они обязаны сделать до того, как они присылают отказ, а то, что вы им ответили, опять же, по сути, имеет смысл, по законодательству, оно никаким образом вам не помогает. Поэтому, опять же, вы можете попробовать сделать InfoPass, скорее всего, вам его не назначат, и вам просто нужно ожидать ответа в иммиграционную службу, и, опять же, к моему сожалению, это, скорее всего, будет отказ. Да, но а подвижек, Татьяна, по вашему делу об убежище пока нет, как я понимаю? Нет, никакого ответа нет, на интервью не вызывали. Ну, вы, может быть, переезжали из штата в штат, то есть об этом знают, да, иммиграционную службу? Да, я всегда подавала форму о переезде, о смене адреса, всегда, да, здесь все в порядке. Ну, я писала им письма, они мне отвечали, то есть, я так думаю, что они в курсе. Подтвердили. Хорошо, да, и вы еще написали нам в письме, что вы можете попасть под временный защитный статус, программу ТПС. Что вы имели в виду? Я не уверена насчет этого вопроса. Моя мама и родственники все, они как бы украинцы, но в процессе развала Советского Союза, там, где все оказались, то получили уже российское гражданство. Не знаю, можно ли с таким вот, в таком ли положении подавать на статус ТПС? А вы лично, вы были где рождены? В Советском Союзе. Да, на территории. На территории Республики Татарстан. Да, и, соответственно, гражданство у вас в России, правильно? Да. На вашем случае ТПС вам не положено. Спасибо. Да, ну вот, несмотря на то, что, да, самые близкие люди могут иметь как раз украинское гражданство. Татьяна, ну что, как будете действовать? Что вы в итоге решили? Просто интересно узнать. Да, я буду, во-первых, дождаться ответа от миграционной службы. Я прочитала очень многие ну это как судебные дела, в которых некоторые люди я в таком же положении приблизительно выигрывали эти дела. Это был, конечно, не очень большой процент таких людей, поэтому у меня какая-то надежда всё-таки есть. После отказа там дальше можно подавать на следующую, скажем так, да, да, совершенно верно. То есть, если такое произойдёт, я именно это буду делать, а дальше смотреть, что будет дальше. К конгрессменам я уже обращалась, и они тоже писали туда письма. Ну, пока просто миграционная служба не ответила, поэтому не знаю, как будет дальше. Думаю, если что-то будет, я могу вам написать. Спасибо. Да, напишите, может быть, кому-то пригодится ваш опыт получения статуса в Америке. Спасибо вам большое. Будете бить во все колокола, как говорится, с разных сторон пытаться получить какие-то документы уже. Спасибо вам большое, что обратились к нам. Надеюсь, что ваш опыт был очень полезен для наших зрителей и подписчиков. Я вас благодарю. Из штата Вашингтон вместе с нами была эмигрантка Татьяна Лушникова. Ну, надеюсь, что у вас все получится. Спасибо. Спасибо, Дениса Алина. Спасибо. Ну, мы продолжаем. Спасибо, что вы нас смотрите. Не забудьте поставить лайк этому видео, задавайте вопросы здесь в ленте комментариев. Также вы можете ваши вопросы отправлять нам на почту. Здесь мы обсуждаем только темы эмиграции, новости эмиграции. Ну, и, конечно же, новости еще есть. Вот, например, Центр иммиграционных исследований США выяснил, что на каждого профессионального адвоката, который предоставляет бесплатные юридические услуги, то есть здесь он называется пробона, приходится почти полторы тысячи эмигрантов и гораздо меньше возможностей в таких штатах, как Алабама, Канзас и Джорджия. Именно там очень плохо развита сама система предоставления бесплатных юридических услуг приезжим. Ну, представляете, почти полторы тысячи на адвоката эмигрантов приходится, которые рассматривают бесплатно дела приезжих. В иммиграционных судах сейчас тоже много проблем. Каждый судья рассматривает в среднем четыре с половиной тысячи дел. Это один судья и такие данные приводит Сиракузский университет. По оценкам исследовательской группы в Конгрессе к 32-му году, в 2032-му финансовому году потребуется еще около тысячи судей, чтобы справиться с задержками, ну, то есть с очередями в судах. В общем, пока ждать решения суда для сотен тысяч иммигрантов приходится очень долго. Иностранные студенты, у которых есть опыт работы в медицинских исследованиях, могут подать заявку на бесплатное обучение по программе Clinical Oncology Research. Этот проект прежде всего приглашает врачей, кандидатов медицинских наук, ну, а если у вас есть степень доктора медицинских наук, то вы смело можете отправить заявку. В США студенты будут участвовать в разработке лекарств с точки зрения фармацевтической индустрии. Ну вот, каждая стипендия предоставляет 100 тысяч долларов на один год обучения и работы в Америке. Ссылку на эту программу мы оставим в описании к этому видео, так что, если вы подходите под эти условия, не упустите такую возможность. Еще одна важная новость. Иммиграционная служба открыла дополнительный офис в Калифорнии. Теперь, кроме Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, дела иммигрантов будут рассматривать и в Окленде. Ну вот, как заявили в иммиграционной службе, новый этот офис будет работать временно. Но, в любом случае, для иммигрантов, которые подали документы на убежище в Калифорнии, это все-таки хорошая новость. Так что, естественно, обратите внимание на эту новость. Ну а адрес вот этого временного офиса в Окленде мы оставим в описании к этому видео. Продолжаем. Спасибо огромное вам за лайки. Спасибо огромное, что смотрите Бюро. Это рубрика «Надо валить». И мы продолжаем здесь обсуждать проблемы иммиграции. Прямо сейчас переходим к вашим вопросам, которые вы нам отправили заранее. Спасибо вам большое. Вот самые интересные и важные вопросы на серьезные темы я сегодня отобрал. И давайте начнем с вопроса от Ирины. Она пишет о том, что к ним сейчас приехали родные. из Израиля. Они жили там, в Израиле долгое время. Родители и трое детей. И вот в дом попала ракета и они приехали в Нью-Йорк по программе И-2. После двух, пяти, трех месяцев переехали в Канаду, в Торонто и ждали там собеседования. Собеседования прошли успешно. Въехали в Нью-Йорк. Муж и жена получили социал-секьюрити номера. Ну а дети почему-то нет. На собеседовании были всей семьей. Старшей дочери семнадцать, средней пятнадцать, ну а сыну тринадцать лет. И вот дети учатся в школе, мама уже приступила к работе. И такой вот вопрос от Ирины. Почему дети не получили ССН, номер социального страхования, и что надо сделать, чтобы все имели документы? Старшая девочка будет после школы поступать в колледж, а документов нет. Пожалуйста, помогите с этим вопросом. Заранее нас благодарит Ирина. Алина, подскажите, что делать в такой ситуации? На самом деле этот вопрос решается достаточно просто. Им нужно будет подъехать в местный офис социал-секьюрити. Обычно есть главный офис социал-секьюрити администрациейшн. Вы сможете взять appointment отдельно онлайн и в назначенный срок приехать, либо некоторые офисы до сих пор принимают walk-in, в зависимости опять же от правил вашего местного офиса. Там вы покажете все ваши документы иммиграционные и, собственно, сделаете заявку на получение социал-секьюрити для деток. И через где-то, обычно достаточно быстро, в течение месяца двух вам пришлют номер, саму карточку. Да, а вот этот запрос нужно онлайн, да, как-то оформить, и там уже подтверждают время и дату встречи. Можно сделать appointment онлайн, но очень многие офисы социал-секьюрити принимают walk-ins тоже. То есть, в принципе, можно подъехать часы и поработать, может быть, оставить какую-то очередь и, соответственно, заполнить заявку. Спасибо большое. Надеюсь, что Ирина обязательно об этом сообщит своим родственникам и родным. Следующий вопрос у нас от Надежды. Вот она пишет нам, что она мать-одиночка двоих детей в свидетельстве о рождении, у неё прочерк. Скоро пойду получать гражданство. Могут ли меня спросить, кто же отец детей? И как правильно отвечать на этот вопрос, чтобы не навредить своему делу и чтобы не отказали в гражданстве? На самом деле, интересный вопрос. Может быть, вы даже с таким вопросом сталкивались. Как поступить? На самом деле, зависит от того, собственно, каким образом она получала грин-карту изначально. Сейчас она идёт уже на получение гражданства. Если грин-карту она получала через брак, то, безусловно, вопрос об отце детей он станет ребром на интервью. Дальше также зависит от того, она идёт получать гражданство через три года после получения первой грин-карты. Неважно, да, первой грин-карты. Либо она идёт через пять лет. Потому что, если она идёт через три года, это значит, она пытается получить гражданство на основании своего брака с гражданином Соединённых Штатов. И опять же, тогда вопрос о подсоции детей встанет. А если она идёт через пять лет после получения первой грин-карты, то тогда у неё же есть основания, опять же, для получения гражданской независимости. Она находится ещё в браке с гражданином Соединённых Штатов или нет. Но очень многое зависит, опять же, от того, как она получала грин-карту. Поэтому, безусловно, нужно иметь возможность ответить на эти вопросы, то есть их нужно ожидать. А если это убежище было и грин-карта получена по предоставлению убежищ? То, естественно, они будут меньше удаления ставить на её личной жизни, поэтому они, безусловно, могут спросить, собственно, кто отец ребёнка, но тогда её ответ не настолько имеет вес, нежели как в ситуации, которую описала я до этого. Спасибо большое. Следующий вопрос у нас от Ангелины. Фамилии попросили не называть. Вот пишет о своих родственниках. Ангелина, наша бабушка, неожиданно для всех выиграла грин-карту. Ну, мы поздравляем вас, конечно. Ну, как мы уже ранее рассказывали, победа вот эта ещё ни о чём не говорит. Ну и очень хочет приехать в США. Ей 82 года. Несмотря ни на что, бабушка готова. Скажите, есть ли какие-то возможности, чтобы она поехала в сопровождении на законных основаниях, например, с родной дочерью? Ну и ещё один вопрос по поводу подготовки документов. Давайте на этот вопрос ответим. Всё-таки хочется ответить Ангелине и её бабушке. Можно ли с кем-то поехать, например, с дочерью? Ну, на самом деле, то есть, если вопрос, можно ли дочке получить иммиграционные документы только потому, что она ей помогает бабушке, это нет. И вот вопрос по поводу документов. Нужно подать справку о несудимости из трёх стран, где выигравший проживал более шести месяцев. Наша бабушка до 17 лет проживала в Азербайджане, потом уехала в Россию, всю жизнь уже жила в России. Но она армянка по национальности, нет никакой возможности ей получить никакую справку. Азербайджан не выдаёт армянам ничего, ничего не подтверждает. Как быть в таком случае, если невозможно получить вот такие вот документы? Действительно, нужно предоставлять справки. Если вы проживали определённое количество времени в определённом возрасте, но если есть как бы препятствие получить эту справку или вы пытались получить, на вам пришёл по то или иначе отказ, нужно это объяснение, либо доказательство того, что вы пытались получить, и вам пришёл отказ, предоставить иммиграционной службе и, собственно, написать объяснительную. Скажем, ну, в силу таких-таких обстоятельств Мы сделали такие-таки попытки, но из внешней или внутренней политики той или иной страны это не представляется возможным. Спасибо большое. То есть отказа по этой причине не будет? Не должно быть. Особенно если у человека нет истории каких-то преступлений и так далее, скорее всего, не войдут в положение. Опять же, если это отражает действительность, если это объяснение, оно имеет какой-то смысл. Спасибо большое. Екатерина Агерман нам тоже отправила вопрос. Приехала в США по визе невесты. И так получилось, что мой супруг оказался в тюрьме. Мне сейчас уже назначили интервью на гражданство. Я не знаю, какой документ можно предоставить иммиграционной службе о том, что супруг находится в местах лишения свободы. И, может быть, еще нужны какие-то дополнительные документы, помимо тех, что является доказательством наших отношений. В общем, вот такая непростая ситуация у Екатерины. Что делать? Ну, опять же, с учетом того, что она уже подает на гражданство, мы должны понимать, она подает на гражданство через три года на основании брака или через пять лет, когда у нее уже само есть основание на подаче. Если через пять лет, то вы, безусловно, можете предоставить документ, который подтверждает, что ваш супруг в данном моменте находится в тюрьме. Если это на основании трех лет, то, опять же, зависит от того, как давно он в тюрьме, насколько вы с ним поддерживаете контакт. То есть дальше все идет уже на усмотрение офицера. Безусловно, если вы с ним поддерживаете контакт, продолжается ли он отношение, подтверждение любой коммуникации, вы деньги переводите. То есть все, что подтвердит, что вы поддерживаете связь со своим супругом, наверное, бы сыграло пользу вам. Спасибо большое. Такой короткий ответ, надеюсь, будет на этот вопрос. Ну а те, кто нас смотрит, не забывайте ставить лайки. Таким образом работают алгоритмы YouTube. Больше лайков, больше просмотров, но и больше информации получат русскоязычные жители США или те, кто собирается эмигрировать в Америку. Алла Лясова пишет нам, сколько времени жители ЕС могут легально быть в США? Нужно ли им разрешение на работу и на сколько? Ну, такой вот вопрос. Мы можем по-разному по поводу работы. Я, правда, не понял. Наверное, надо. Ну, смотрите. Дело в том, что граждане ЕС приезжают сюда по программе ЭСТА. Да, это упрощённый визовый режим. И обычно они могут находиться до 90 дней или меньше, в зависимости от того, что им говорят на границе. А право на работу всегда нужно для всех категорий граждан, собственно, кто планирует работать. То есть, естественно, граждане, грин-карт-холдеры могут работать на это априори. И также получатели убежища, кто уже получил АСАЛ, им отдельно карточка права на работу в теории не нужна. То есть, они могут работать уже в наличии этого САЛ со всем остальным. Чтобы иметь возможность работать, нужно право на работу. Спасибо большое. Следующий вопрос у нас от Михаила. Его супруги. Многие могли столкнуться с этой ситуацией. Мы, конечно, частично уже отвечали на подобные вопросы. Они связаны с эпохой пандемии и последствий пандемии. Ну вот, пишет нам Михаил, наша дочь в 2020 году уехала в Россию на две недели и не смогла вернуться из-за пандемии как раз. Отсутствовало чуть больше полгода. Придется теперь набирать пять лет непрерывного проживания в США заново. Или могут все-таки простить, я так понимаю, для подачи документов на грин-карту или на гражданство. Думаю, многие попали в такую ситуацию, пишет нам иммигрант. Что делать в этой ситуации? Действительно могут простить, если там какие-то обоснования предоставить? Или нужно все-таки добирать вот те даты, когда ты отсутствовал? Ну, смотрите, насчет гражданства правило следующее. То есть вам не нужно быть пять лет непрерывно в стране. А там два момента. Первый момент — это то, что нужно быть всего 60 месяцев, это пять лет у нас. Нужно быть 30 месяцев и больше в стране за пять лет. Но чтобы показать, что вы именно проживаете, что вы являетесь резидентом в США, вы должны не отсутствовать в стране больше, чем полгода. То есть несмотря на то, что в теории вы могли бы половину из этих пяти лет быть где-то, но каждый год, не более полугода, отсутствие должно быть. Поэтому, когда я объясняю, собственно, сколько вы должны быть, я обычно говорю, но это должно быть обязательно большая часть календарного года. В каждом году вы должны быть здесь. Естественно, если в одном году вы были чуть-чуть больше, в другом чуть-чуть меньше, и у вас есть веские причины, почему это произошло, это всё будет на усмотрение офицера. Конечно, пандемия подвинула эти сроки отсутствия достаточно сильно. Для некоторых категорий общения не могли приехать сюда, потому что не летали самолёты. И опять же, если у вас есть письма, подтверждающие, что конкретно ваш шлейф был отменён. Но в случае людей, которые задают вопрос, там на самом деле нарушение было недостаточно большое. Я думаю, что офицер пойдёт на встречу, опять же, с учётом того, что это была пандемия. Спасибо большое. Да, если у кого-то подобные вопросы возникают, тоже не забывайте отправлять нам. Будем стараться по возможности отвечать на вопросы, связанные с пандемией. Но вот последствия всё-таки пандемии так или иначе отражаются на нашей жизни. Ну, в частности, даже на экономической в том числе. Спасибо большое. Алина Кац, миграционный адвокат, была вместе с нами сегодня. Вот всё, что успели, сегодня обсудили. И перенесём ещё некоторые вопросы уже на следующий наш выпуск нашей рубрики «Надо валить». Я вас благодарю. Увидимся уже на следующей неделе. Спасибо большое. До новых встреч. Ну, я, Денис Череда, благодарю каждого, кто смотрит нашу рубрику «Надо валить». Напоминаю, что здесь, на YouTube-канале «Бюро» мы также рассказываем о том, что на самом деле происходит в Америке. Не пропускайте наши вечерние эфиры по Нью-Йорку. Ну, и в любое время пишите нам по адресу, который сейчас видите на своих экранах. Задавайте любые вопросы, мы постараемся на них ответить и постараемся вам помочь. Спасибо вам за лайки. Увидимся.